Добрый вечер, в эфире Альфа Новости. Сегодня четверг, 7 апреля и мы знакомим вас с самыми важными и интересными событиями в Преамурье. Горим. 190 палов за последние две недели зарегистрировали только в одном Архаринском районе. Отстаивать пришлось и территорию заповедника. Я бездомный, меня обманул городок. Жители трех недостроенных домов вышли с плакатами на улице. Они надеются на реакцию властей. Госы по скайпу. В области продолжают искать решения проблем студентов и преподавателей закрывшейся Московской Академии предпринимательства. В Амурской области готовятся ввести особый противопожарный режим. На этот период амурчанам запретят разжигать костры в лесах и проводить отжиги сухой растительности на своих участках. За две недели на территории Преамурья зафиксировано около 800 термоточек. И это только начало, предупреждают спасатели. Подробнее о ситуации далее. 820 термальных аномалий в области зафиксировали за две недели. Большинство опасений подтвердились. Преамурья горит. И больше всего в Архаринском районе. 190 раз там загоралась трава. Только за прошедшие сутки два пала возникло на территории Хинганского заповедника. Оба удалось потушить. Ущерб минимальный. Леса пока не горят. Только класс первый и второй. В основном все районы это первый. Каждый день классы в связи с теплой погодой установившись растут. Поэтому дальнейшая обстановка она под контролем. Я не говорю, что мы полностью все вспыхнули. Но мы должны сдержать. Сдержать не только. Мы не можем каждого сотрудника поставить где-то в лесу. Сдерживать палы помогает погода. Циклон не дал огню перекинуться на северные районы области и в леса. Там еще лежит снег. Несмотря на это, спасатели ждут ухудшения обстановки. Выезжать на тушение палов придется в 5-6 раз чаще, чем сейчас. Бороться с огнем в области готовы 17 тысяч человек, в том числе добровольцы. При виде огня людям советуют вызывать спасателей и ни в коем случае не подходить близко. Если же человек оказался рядом, бежать от огня не стоит. Человек убегая, ему не хватает кислорода воздуха, он теряет сознание, падает. И затем только уже по телу, так скажем, бездыханному проходит огонь, причиняя ожоги. Если вы сделаете наоборот движение в противоположную сторону, то вы выйдете из этой зоны на чистый воздух. Как вот обезопасить от пала, это не быть причиной возникновения этого пала. Я думаю, это так все-таки. В прошлом году в Амурской области двоих поджигателей привлекли к уголовной ответственности. Пять человек заплатили штраф. В это время года пожары возникают только по вине человека. В ближайшие дни в области ведут противопожарные режимы, запретят жарить шашлыки, сжечь костры, мусор и сухую траву на дачах. А пока спасатели проверяют города и села на готовность к опасному сезону. Ирина Стругачева, Кирилл Захаров, Альфа Новости. Амурские власти правильно делают, что замещают коммерческие кредиты бюджетными. Так прокомментировали ситуацию с областным госдолгом эксперты Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. На третьем медиафоруме независимых СМИ «Правда и справедливость». Вопрос об Амурском госдолге экономистам задал корреспондент Альфа Новостей Антон Сильвоник. Представьте себе, если 10, 15, 20% того, что собирают в виде налогов, получают в виде трансфера, отдают кредиторам. В общем, это тупик экономический. Поэтому я думаю, что Минфин все-таки прав, и не надо следовать примеру Соединенных Штатов Америки. Или вы благовещенскую валюту тогда придумаете и убедите всех, что она самая классная. То, что происходит замещение коммерческих кредитов бюджетными, это правильно, потому что в ряде случаев необоснованно много было взято коммерческих кредитов под достаточно высокие проценты. С моей точки зрения, именно в вашем регионе открываются драйверы развития, которые заработают и принесут доходы в бюджет. И в конце концов, Минфин все ваши дырки закроет. Напомню, Амурская область недавно получила бюджетный кредит 10 миллиардов рублей. Деньги направили на выплату коммерческих кредитов. За счет обслуживания госдолга удалось сэкономить миллиард рублей. По официальным данным, на 1 марта госдолг Амурской области почти достиг 42 миллиардов. Данные указаны еще до погашения части коммерческих кредитов. Сейчас область продолжает брать кредиты в банках. В последний раз в конце марта на сайте госзакупки появилась документация по 7 аукционам на общую сумму примерно 3 миллиарда рублей. Амурская область – один из регионов лидеров по банкротству застройщиков. В федеральном реестре сведений о банкротстве содержатся данные 41 компании. Три из них из Амурской области. В их число входят строительная компания «Городок», «Стройтехинвест-21» и «Стройкомфорт Амур». На балансе предприятий 5 недостроев, более чем на 700 квартир, сообщает РБК. Всего на балансе компаний, которые находятся на разных статях процедуры банкротства, больше 200 домов в 25 регионах страны. Среди амурских застройщиков самое большое количество недостроенных объектов у городка – 3 дома и 549 квартир. У «Стройтехинвеста-21» – одно здание примерно на 100 квартир. У «Стройкомфорт Амура» – тоже одно на 60 квартир. Больше, чем в «Приамуре» строительные компании банкротятся только в Москве, Башкортостане и Удмуртии. В реестре сведений о банкротстве, судя по всему, отражены не все проблемные компании. В амурском арбитраже рассматриваются также дела о банкротстве других фирм, в их числе «НЭП» и «Горизонт». «Дети ждут свое жилье, меня обманул городок, я бездомный». С такими надписями на плакатах вышли около 100 дольщиков строительной компании «Городок». Жители трех недостроенных домов встали у Дома культуры профсоюзов в надежде обратить на свою проблему внимание властей. Некоторые из дольщиков почти год ждут свои квартиры и уже не раз выходили на массовые демонстрации. Но все безуспешно. С пикетирующими пообщался наш корреспондент. В том году мы уже выходили на пикет, но получается с прошлого года на нашем именно литере восьмом добавился только один этаж. За съемное жилье платить уже просто нету сил. Отказываешь своему ребенку во многом. Вместо того, чтобы его куда-то сводить в парк или еще, мы вынуждены отказать, хотя ребенку всего 4 года. Не можем ни дополнительный кружок записать, ничего себе этого позволить не можем. На собраниях собираемся. Сакане каждый раз обещает. Сказки такие интересные рассказывают, аж веришь ему. Вот все начнется. Ну максимум там один день какое-то движение на стройке после собрания или во время собрания есть. Потом все затихает. Сколько было всяких сборов, совещаний, круглых столов. Все без толку. То есть что-то там появляется, а потом снова пропадает. То есть все это полная видимость. Слишком долго нас кормят завтраками. Время прижимает. Что-то нужно делать, чтобы обратили на нас внимание. На данный момент мы снимаем квартиру и, соответственно, платим ипотеку. Честно, у меня особо надежды нет, потому что они уже действительно кормят очень долго этими своими. На следующий год, на следующий год. Мы купили бы ипотеку. Просто эта ипотека очень много денег у нас отнимает дополнительных. То есть деньги потрачены. Это несколько лет работы супруга. Это наши накопления. Мы, как молодая семья, очень нуждаемся в этом жилье. А строительная компания «Дальсвет» сообщила своим дочкам, что их судебные иски мешают достройке дома. Многоэтажку по улице Новой на 160 квартир застройщик должен был сдать в эксплуатацию еще в декабре 2014 года. О достройке дома дольщики, строители и чиновники говорили на встрече во властном правительстве. Сейчас на стройплощадке работает 16 рабочих. Идут электротехнические и сантехнические отделочные работы. На 80% закупленные стройматериалы, необходимые для окончания работ. В июле дом обещают подключить к коммунальным сетям. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре. На встрече пообещали план-график работ передать дольщикам. Как продвигается строительство проблемного дома, снова обсудят в конце апреля на совещании под руководством губернатора. Мы пытаемся контролировать ситуацию, которая проходит сейчас с этим домом. Понятно, что ситуация напряженная. Дом должен был сдать в декабре 2014 года. Поэтому, естественно, недовольство дольщиков понятно. Для того, чтобы выполнить все строительные монтажные работы, нужно, чтобы в том числе дольщики осознали степень ответственности своей по поводу того, что они обращаются в суды постоянно. И тем самым парализуют работу застройщика. Амурская прокуратура начала проверку по факту закрытия Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства. В ЗАГСобрании провели расширенное совещание по разрешению ситуации. Выпускникам-оченикам предложили варианты получения диплома, преподавателям работу. А также разъяснили порядок действий при оплате учебы материнским капиталом. Подробнее у нашего корреспондента. Выпускному курсу Московской академии предпринимательства предложили сдать госэкзамены по скайпу. Такую возможность предоставит Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Учащимся не придется выезжать за пределы области и тратить деньги. Но студенты от диплома «Синергия» отказались. Никто из студентов четвертого курса очного отделения не хочет заканчивать «Синергии». Потому что этот ВУЗ, он нигде не котируется. Даже когда я отправлял запрос в ДУФУ, чтобы потом в дальнейшем поступить на магистратуру, никого с этой корочкой на магистратуру не возьмут. Мы можем доучить студента без дополнительных затрат. Естественно, в самом дипломе не написано будет дистанционно-образовательной технологии, потому что это не форма обучения, форма обучения является очной. Поэтому есть выбор у студента. То есть, если он хочет в любой ВУЗ, у него выборы тут есть. Письмо-запрос с просьбой принять студентов МАПа руководство Академии отправило в АМГУ, Аграрный университет и Хабаровский ВУЗ экономики и права. Студенты берут у нас выписку из отчетной экзаменационной ведомости, идут в тот ВУЗ, куда они определились переводиться, берут согласие ВУЗа или справку о том, что ВУЗ их берет, и мы сдаем обычную справку обучения, они переводятся. В подвешенном состоянии оказались больше тысячи студентов. Из них в АМГУ уже приняли 45 юристов и около 30 экономистов с первого по третий курсы. Если из МАПа будет набираться группа студентов в количестве не менее 20 человек, эти студенты будут учиться в той же группе, и тогда для этой группы мы сможем действительно делать вот такие адаптивные учебные планы. У студентов выпускного курса мы смотрели правовое поле. Единственный вариант, который мы можем предложить, это на курс ниже. По словам студентов, при переводе в АМГУ им нужно заплатить более 70 тысяч рублей за разницу предметов и сдачу госэкзаменов. Стоимость обучения в АМГУ в два раза выше, чем в МАПе. Снижение стоимости будет считаться нарушением требования Минобразования, объяснили в УЗИ, и пообещали дать студентам время, чтобы расплатиться и убрать хвосты по учебе. Правомерность действий АМГУ проверит областная прокуратура, которая сейчас разбирается и в ситуации с МАПом. Денежную тему продолжили работники пенсионного фонда. Там рассмотрели 55 заявлений от студентов, которые платят за учебу мат-капиталом. Речь идет о 4 миллионах рублей. При переводе студента в другое учебное заведение деньги перенаправляются на счет ПФР, а уже потом на счет вуза-приемника. Принимающий вуз тоже должен понимать, что в соответствии с действующим порядком, в случае, если студент все-таки откажется продолжать обучение в вузе, деньги должны уже быть направлены не студенту, возвращены, да, или там родителям студентам, если они договор, в смысле, с кем будет договор встречаться, а именно должны быть возвращены на счет отделения пенсионного фонда. Остальным студентам деньги за три месяца МАП должна вернуть. Решение, куда трудоустроить педагогов, предложили в Синергии. Вуз собирается открыть в Благовещенске свое представительство и новый колледж. Кроме этого, мы будем формировать здесь центр дополнительного профессионального образования, и также часть преподавателей перейдет туда. Остальную часть разместим в колледже. Областное министерство образования открыло горячую линию. По вопросам обучения студентов МАПа можно позвонить по телефону, указанным на экране. Министру образования страны власти напишут письмо с просьбой разъяснить проблемные моменты. Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа-Новости. Три дня без горячей воды проведут Благовещенцы. Благовещенцы, коммунальщики определились с датой начала первых гидравлических испытаний в этом году. Они пройдут с 10 по 12 мая. Ну и после этого горячая вода может вернуться не во все дома горожан. Если обнаружат порывы на магистральных и внутриквартальных сетях, то их придется ремонтировать. Кстати, отключения не коснутся жителей аэропорта или, например, Астрахановки. Испытания проводятся на сетях, которые идут от ТЭЦ. 8 апреля. Последний день приема заявок на участие в конкурсе социальной рекламы «Отражение-2016». Это уже 10-й юбилейный конкурс, и заявки уже подали 70 человек. Молодежь пропагандирует спорт, активный образ жизни и выявляет проблемы общества с помощью видеороликов, фильмов и плакатов. Социальные сети вытесняют большинство увлечений из жизни человека, в особенности из жизни подростков, которые ныряют в социальные сети с головой. Есть работы, посвященные 160-летию города Благовещенска. Заявки принимают в отделе по делам молодежи на Ленина, 97. Церемония награждения победителей состоится 13 мая, продемонстрирует лучшие работы за 10 лет проведения конкурса. Открылась регистрация на площадке международной акции «Тотальный диктант». Благовещенцы смогут заявить о своем участии на сайте totaldict.ru. Также зарегистрироваться можно и в день диктанта 16 апреля в главном корпусе АМГУ. Жители Амурской столицы напишут текст детского писателя Андрея Усачева под диктовку заслуженного учителя Галины Алексеевой, актера театра и кино заслуженного артиста России Игоря Булатова и журналиста телекомпании «Альфа-канал», финалиста чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» Алексея Воскобойникова. В прошлом году в Благовещенский «Тотальный диктант» писали больше 200 человек, семеро получили пятерки. Мастера пейзажа и натюрморта представили в новом качестве портреты работы амурских художников, известных в совершенно других направлениях. Можно увидеть в выставочном зале областного центра. На экспозиции под названием «Точка-точка-запятая» более 60 картин. Портреты кисти Леонида Кельчанского, Николая Савченко, Владимира Демченко, Юрия Наконечного и других во многом открытие для зрителя. Они написаны в разные годы творчества, некоторые еще в середине 20 века. Художники открывают новые грани своего таланта, а молодые мастера представляют оригинальные работы. Например, портреты на керамических изделиях. Кроме того, посетители выставки могут сами завершить полотно художника Валерия Захарчука. Недопетая песня. Правда, только в специальном буклете. К сожалению, Валерий Конович ушел из жизни. Вот осталась работа незавершенной. Мы ее вот сегодня даже использовали вот в таком небольшом буклетике. Мы его сегодня будем дарить нашим гостям. Вот такая интересная, чтобы люди попытались почувствовать себя этим же художником и попытаться вот эти же краски и вот в свободные оставшиеся места включить. Выставка уникальна тем, что объединила представителей практически всех творческих союзов, а также свободных художников. Она проработает две недели до 22 апреля, а затем выставочный зал откроет двери Амурскому госуниверситету, который представит экспозицию «Арт-пространство Амура». Православные амурчане приняли участие в крестном ходе в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Название нашего города напрямую связано с этим праздником. Первую церковь на Амурской земле возвели в честь Благовещения. По преданию, в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии весть о том, что у нее родится Сын Иисус. В Кафедральном соборе состоялась праздничная литургия и крестный ход. Участники в руках держали белых голубей. Они символизируют чистоту Девы Марии и добрые известия. А Благовещение вместе с православными отпраздновал и настоятель католического прихода. И это последний материал выпуска. Всего вам доброго и до встречи.